Всем привет вы на канале шоу блогер. Амазонки, в древнегреческой мифологии народ, состоявший исключительно из женщин, не терпевших при себе мужей, выходившей в походы под предводительством своей царицы и образовавшей особое воинственное государство. Для воспроизведения потомства амазонки вступали в связь с мужчинами других народов. Родившихся мальчиков они отсылали отцам, по другой версии, убивали. Из девочек воспитывали новых амазонок. Название амазонки происходит от древнегреческого языка и толкуется как безгрудой не буквально, а в переносном смысле. Это означает их отличие от других женщин. Согласно мифам для удобства стрельбы из лука амазонкам еще в детстве выжигали правую грудь. Амазонки назывались дочерьми Ареса и служительницами Артемиды, и это наводит на мысль, что их прообразом могло стать закрытое храмовых прислужниц. В таком контексте мифическое прижигание груди можно истолковать как нанесение ритуальных увечий. Женщины-воительницы из древнегреческих мифов жили вовсе не в бассейне реки Амазонки, а к северу от Кавказа. До недавнего времени они считались вымыслом, пока археологические открытия не показали, что амазонки все-таки существовали. Разумеется, легенды иногда врут, но тем не менее, именно им мы обязаны разнообразной фантастикой про женщин-воительниц. Большинство художников рисует фэнтезийных женщин с мечом абсолютно одинаково, изображая их мускулистыми полуголыми и стоящими в самых откровенных позах. Впрочем, именно так большинство из нас и представляет себе амазонок. Мы прекрасно знаем, кто они такие, но лишь в общих чертах и без подробностей. А между тем, в легендах об амазонках есть масса малоизвестных и увлекательных деталей. Говоря об амазонках сейчас, мы имеем в виду либо полудиких и одетых самым развратным образом представительниц слабого пола с развитой мускулатурой и оружием в руках, либо в современном контексте, просто независимых и свободных женщин. Откуда взялось в нашем языке это слово? Первое, что приходит в голову, абсолютная созвучность наименования греческих воительниц и реки Амазонка в Южной Америке. Самую полноводную реку на планете открыл конкистадор Франсиско де Орильяно, он же первым из европейцев пересек Южную Америку в самой широкой ее части. Летом 1542 года отряд первопроходцев якобы увидел легендарных амазонок, с которыми вступил в бой. Сегодня считается, что это были либо индейские женщины, сражавшиеся рядом с мужчинами, либо просто длинноволосые индейцы, которых испанцы приняли за женщин. Первоначально де Орильяно хотел назвать реку своим именем, но после этой стычки он остановился на варианте Амазонка. Считается, что амазонки удаляли себе правую грудь, или даже выжигали ее, чтобы можно было стрелять из лука более свободно. На самом деле, это миф. В античной живописи амазонки всегда изображались с парой грудей, иногда одна из них была закрыта одеждой. Для древних греков амазонки были не менее реальны, чем любые другие обитатели северных земель. Источники тех времен содержат немало сведений об амазонках, разумеется, большей частью вымышленных. В некоторых из них утверждается, что амазонки якобы жили на побережье Черного моря, в собственном государстве под управлением царицы Ипполиты. Последняя вошла в легенды благодаря Гераклу. Именно у нее он должен был украсть волшебный пояс, совершая девятый подвиг. Геродот в своей истории сообщает, что столица амазонок называлась Фемискира, и стояла она на берегу реки Фермадон, юг Черного моря, современная Турция. Существует версия, согласно которой амазонки пришли в Грецию с Азовского моря. Все легенды сходятся во мнении, что общество амазонок было – нацией, где властвуют женщины и где нет места мужчинам. Знаменитый греческий географ Страбон писал, что один раз в году амазонки предпринимали набег на кавказское племя, предков ингушей и чеченцев, с очень специфической целью зачать от них детей. Рожденных от такого союза мальчиков в лучшем случае возвращали отцам, в худшем – убивали. Девочек учили работать в поле, охотиться и воевать, таким образом появлялись на свет новые представители племени воинствующих женщин. Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что светловолосые амазонки – выдумка художников. Учитывая способы продления их рода, древние воительницы в их классическом понимании должны были иметь типично восточную внешность. Военная мощь государства амазонок была так велика, что они без труда осадили Афины и даже ворвались в сам город, когда правящий там Тисей похитил их царицу Антиопу. Точнее говоря, она досталась ему в качестве трофея во время похода Геракла за поясом Ипполиты. Впрочем, Антиопа через какое-то время влюбилась в Тисея и совершенно не горела желанием возвращаться в родные пенаты. Во время боя Антиопа сражалась на стороне возлюбленного и была случайно убита соплеменницами, после чего противостояние амазонок и афинян сошло на нет. С течением времени упоминаний об амазонках становится все меньше и меньше. При жизни Александра Македонского ходили слухи о том, как однажды в лагерь великого полководца прибыла царица амазонок Талистрис с тремя сотнями соплеменниц. Якобы Талистрис хотела предложить весь этот немалый гарем Александру, чтобы получить от именитого правителя как можно больше отпрысков девочек, таких же сильных и умных, как отец. В конце 20-го начале 21-го веков, сперва на севере Турции, в провинции Самсун были найдены крупные женские захоронения, а затем и на Тамани, кубанские археологи откопали могилы целого племени. Там были погребены исключительно женщины. Невероятно, но факт, рядом с их телами лежало оружие, луки, колчаны и кинжалы, а в черепе у одной из усопших торчал наконечник стрелы. Эти находки доказали, что в Северном Причерноморье обитали если и не полностью женские племена, то по крайней мере, сохранившие древние бытовые уклады, когда главную роль в обществе играла женщина. Впрочем, маловероятно, что эти амазонки образовывали те общины закрытого типа, о которых рассказывали греки. Жестокость по отношению к мужчинам также наверняка была преувеличена, для людей с разным типом культур характерно создавать подобные легенды о земле, где жизнь коренным образом отличается от их собственной. В Европе женщины из кельтских и германских племен часто сражались бок о бок со своими мужьями. Римский историк Корнелий Тацит говорит о том, что в войске Будикея, легендарной королевы кельского племени, поднявшей Британию на восстание против римлян в 60-м году до нашей эры, было больше женщин, чем мужчин. В скандинавских странах существовал интересный обычай, согласно которому женщина, не обремененная семьей, могла взять в руки оружие и стать девой со щитом. Король Ахахейк Баджа, третий правитель Дагомей, современный Бенин, Африка, с 1645 по 1685 год, и его сын Досо Агаджа, правивший с 1708 по 1732 год, создали мощную армию, с помощью которой они смогли захватить соседние королевства и образовать крупное государство, просуществовавшее до XIX века. Ядром вооруженных сил Дагомей стали хорошо обученные королевские телохранители, набиравшиеся из женщин. Их число постепенно увеличивалось, и к началу XIX века составляло уже треть армии, примерно 6000 человек. Дагомейские амазонки, так их прозвали европейцы, являлись войсковой элитой, самым мощным военным формированием во всей Африке. Дагомея, активно торговавшая рабами, имела астрономический годовой доход в четверть миллиона фунтов, часть этих денег уходила на военные нужды. В частности, Дагомейские амазонки были вооружены невероятно дорогими английскими винтовками. Амазонки проходили специальную тренировку и носили собственную униформу. Им запрещалось выходить замуж и иметь детей, многие из них были детственницами. Их войско имело сложную структуру и делилось на ранги, а дисциплина в нем граничила с жестокостью. В 1890 году, после долгих и кровопролитных боев, французский иностранный легион завоевал Дагомею, и войско амазонок было расформировано. Последняя из них умерла в 1979 году. До начала 20 века амазонки фигурировали в литературе лишь как специфические противники главных героев – мужчин. Последние должны были победить или каким-либо образом унизить их, доказав таким образом превосходство мужественности над воинственной женственностью. В фэнтези-литературе 20 века амазонки постепенно становились все более симпатичными. Сегодня они обычно изображаются красивыми и сильными воительницами, живущими в изолированных сообществах. Амазонки нового времени бросают вызов мужчинам лишь для того, чтобы впоследствии стать их союзницами в некоем общем деле. Процесс смягчения образа амазонок вполне логичен, ведь по правде, злых, агрессивных и замкнутых в себе женщин создает не природа, а мы, мужчины. Никогда не следует забывать, что правосудие – это женщина с мечом. Спасибо всем за просмотр. Буду благодарен за лайк и подписку. С вами был шоу-блогер. До новых встреч друзья.